Утро страны на телерадиоканале Страна ФМ. Доброе утро, дорогие друзья! Здесь по-прежнему в студии телерадиоканала Страна ФМ. Лиза Калинина, Никита Некрасов. Доброе утро! Понедельник, утро понедельника просто озарилось и осветилось волшебством. В прямом переносном смысле слова, потому что у нас в студии появился великолепный певец. Автор, исполнитель, музыкант Дмитрий Колдун. Доброе утро, Дима! Доброе утро! Лиза, Никита, всем привет! Как оно, понедельник, 15 января? Ну, так, как-то так. Ну, нормально. Немножко, да. Но я вообще люблю поспать, поэтому утренние эфиры для меня всегда такое большое испытание. Челлендж. Ложусь я поздно, чаще всего, поэтому утром приходится делать усилия над собой, но ради такого дела всегда очень рад. Всегда готов. Но ты знаешь, тебя уже ждут, встречают. Мы сразу поясним нашим телезрителям и слушателям, что можно заходить в группу ВКонтакте Страна ФМ и писать нам в WhatsApp и Viber по номеру 909-928-189-9. Какие-то вопросы задавать, а люди уже пишут. Надо мне тоже что-нибудь задать. Понимаешь, тебе пишут, поздравляют тебя с праздниками, желают успеха и даже уже знают, о чем мы сегодня будем говорить. Но мы же все проанонсировали еще с пятницы. Конечно, конечно. Все люди оповещены. Все уже забыли. Но прежде чем мы начнем, мы перейдем, собственно, к информационному поводу, с которым ты у нас здесь в студии появился. Я хотел задать вопрос. Мы сейчас видели клип твой корабли. Замечательный, красивейший, там море. Но, судя по одежде, все-таки было прохладно. А мы сейчас обсуждали погоду. Мы сейчас обсуждали погоду. Дело в том, что в Якутии на минувших выходных в поселке Уэмэкон было минус 60. Вот для тебя, как для человека, ну, условно, выросшего и родившегося в наших широтах, какая самая лучшая погода, самая оптимальная температура? Самая лучшая погода, как минимум, со знаком плюс должна быть. Я не очень люблю мороз. Вот, помню, когда ходил в школу, даже иногда у меня в носу замерзало все, пока дойдешь. Поэтому я мороз не очень люблю. То есть комфортно, тепло. Да. Замечательно. Так, ну, давай несколько слов о том, с чем ты к нам пожаловал. Да, тихо. Это новая песня, новый клип. Да, это они. Мой дом называется. Дело в том, что вот вообще счастья очень мало в жизни, поэтому вот решил я написать такую песню и, собственно говоря, снять такое видео, чтобы человеку стало уютно. Не только, так сказать, на работе или когда его начальник на ковер вызывает, а чтобы он себя почувствовал уютно в любом абсолютном месте, хоть в тропических джунглях. Так там лучше. Там всегда со знаком пляжу, понимаешь? Да, и главное, что мой дом — это, собственно говоря, не квартирный вопрос, не место, куда хочется возвращаться. Ощущение, да? Ощущение, когда ты находишься с любимым человеком, с которым тебе хорошо, или просто со своими друзьями. Ну, неважно. Главное, чтобы тебе было хорошо, где бы это ни было. То есть мой дом — это там, где родные и близкие. Да. И там, где комфортно в душе. И там, где, да. Что интересно, еще песня ведь написана в таком нетрадиционном для тебя варианте, да? Ну, она просто слишком веселая. Обычно у меня все песни достаточно печальные и с плохим концом. Корабли, уходи, ты заканчиваешь. Корабли, уходи, ты заканчиваешь, все. Ну, практически как у группы «Король и шут», где кого-то убивают в каждой песне. У меня обязательно расходятся люди чаще всего. Поэтому это такое отступление. Пересмотрел взгляды свои? Нет, нет, не пересмотрел. А дальше тоже будет плохо. Это как в игре «Престолос». Ну, должна же быть какая-то серия, чтобы было хоть как-то хорошо. Да, просто хочется иногда, иногда отпускается. Лучик, небольшой лучик после новогодней есть. В темном царстве. Получили, все, дальше корабли уходят на закат. Хоррэ, хоррэ, хоррэ. А, ну, «Пятница» еще сейчас будет хорошая песня. А, «Пятница», кстати, я тебе хочу сказать, «Пятница». Раз в год, и палка стреляет. Я тебе хочу сказать, что «Пятница». Я здесь на телерадиоканале «Страна.ФМ» веду хит-парад. И твоя песня «Пятница» очень долгое время была у нас в хит-параде. Я уже рассказал все про все «Пятницы», про которые только знал. И даже вспомнил древнюю языческую разных стран этимологию этого слова. Было очень интересно. Ну, дело в том, что я считаю, у меня долго не было такой песни. Я считаю, что у каждого артиста должна быть такая песня. Ну, это уже такая тенденция. Поэтому я решил не отставать и сделать свою немножко такую панковскую. То есть теперь две песни, отстающие от тенденции Дмитрия Колдуна. Пишка, я разбуду и палку стреляет. Мой дом. 17-й раз. Друзья, мы напоминаем, что у нас в гостях музыкант Дмитрий Колдун. Вы можете задавать Диме свои вопросы. Заходите в группу ВКонтакте «Страна.ФМ» и пишите в WhatsApp Viber 909-928-189. Самое лучшее, интересное прочитаем в прямом эфире. Мы совсем скоро познакомимся еще раз с композицией. Ну, а пока музыкальная пауза у нас небольшая. Слава, однажды ты. И после Славы сразу же вернемся. Да, возвращаемся. Оставайтесь с нами. Телер-радиоканал «Страна.ФМ» продолжает радовать вас этим утром. Доброе утро этим утром. И поднимать вам настроение. И вместе с нами, с Лизой Калининой, Никитой Некрасовым делает это сегодня Дмитрий Колдун. Делаем вместе, да. Дима, доброе утро еще раз. И ты знаешь, настолько твой приход сюда заряжает, что люди пишут и пишут и пишут. У тебя очень много поздравлений. Ой, я тоже всех поздравляю. Да, поздравляют от души. Видимо, у тебя такой пул есть людей, которые за тобой следуют. Пул поздравляйте. Знаешь, были раньше плакальщицы, а у тебя поздравляйте. Поздравляйте только с праздниками, но и с песнями хорошими и так далее. Но задаем вопросы. Дмитрий, как прошли ваши новогодние праздники? Детки получили подарки от Деда Мороза? Дед Мороз в эту ночь оказался на работе. Пришел только к утру. Но дети все равно получили подарки. А потом, что касается каникул, на несколько дней мне удалось вырваться в Варшаву. Варшава, конечно, красивый город, особенно в центре, очень похоже на Москву. И очень здорово. Если кто-то решит, то обязательно можно на пару дней туда съездить. Дим, скажи, а до какого возраста? Вот сейчас про Деда Мороза спрашивали, про твоих детей и Деда Мороза. Ты до какого возраста верил в Деда Мороза? И когда разуверился? Я очень часто рассказывал эту историю, что где-то лет, наверное, в пять или в шесть я вышел из комнаты ночью в туалет. И увидел, как папа окопошится под елкой. Я помню, что ложился, и там не было ничего. А потом смотрю, он такой, значит, с голым торсом в красных трениках туда что-то подсовывает. Ну, я понял, что вот, собственно говоря, Дед Мороз как-то так выглядит. А дети продолжают верить? И после этого пошли грустные песни. Еще пока верить, да. Еще пока. Ну, как можно дольше, мне кажется, это хорошо. Но ты сам наряжаешься в Деда Мороза? Наряжался. Наряжался дважды в Деда Мороза. И самое главное в этом плане, что с возрастом начинаешь все больше и больше на себя амуниции. Ну, как женщина. Да. Все больше и больше на себя надеть, чтобы выглядеть презентабельно. И самое главное — голос, конечно. Потому что они узнают по голосу, узнают каждый тембр. Поэтому приходится детям вот так разговаривать. А такого голоса твоего они не слышали? Ну, я стараюсь в течение года его не использовать. Я просто тоже так же делаю со своим сыном. Тоже так же пытаюсь голос менять, но он узнает. Более того, в этом году узнал даже друга. А куда Никита пошел? А где его? Ну, да, это уже, конечно, палево. В следующий раз я хочу использовать уже шарики с аргоном, может быть. В обратную сторону. Да, да. Чтобы голос понижался уже естественным образом. И менялся. Ну да, здорово. Я просто посоляю Диму. Дима, мне кажется, знаете, из тех людей, которые шутят всегда с серьезным лицом, мне кажется, он такой же Дедушка Мороз. Ну, бери подарок, мальчик, девочка. Вставай на таблетку. Сын даже не смог мне рассказать, так что было серьезное стихотворение. Сразу пошла притча какая-то. Да, и потом рассказывал мне, как Дед Мороз приходил и... Руки в боки встал. Да. Ой, это смешно. В общем, друзья, я напоминаю наши контакты всем. Напомню. Группа ВКонтакте «Страна.ФМ», а также WhatsApp Viber 909-928-189-9, Дмитрий Колдун. Дмитрий, отец Деда Мороз Колдуна. Отец Дмитрий. А где отпуск новогодний прошел? Да, в общем, где угодно, везде. Везде в основном. Как и дом. Всюду. Замечательно. Так мы обычно катаемся на санках с горки, но в этом году... Не получилось, да? Да. Ну, просто не ехали с санки. Как встали на горке в какой-то из дней, так и закончились праздники. Итак, друзья, доброе утро. В студии Лизы Калинина, Никита Некрасов. В гостях у нас сегодня музыкант Дмитрий Колдун. Дима, вот как лучше тебе представлять? Музыкант или нужно певец, исполнитель? Что важно? Ну, как угодно. Как говорил мой дед, хоть и горшком называть, только в печку несуть. Мы учтем. Нам пишут, нам пишут группа страна FM ВКонтакте к вашим услугам, если хотите задать вопрос Дмитрию. С прошедшими зимними праздниками тебя Дима пишет Влад. Ох, какая-то обреченность чувствуется. Дима, планируешь ли ты сотворить песню на белорусском языке? Сотворить. Не то чтобы, как бы, планирую, это должно быть какое-то наитие, что ли. Все должно получаться само собой. У меня есть там парочку песен за последние лет пять, которые были записаны на белорусской мове. Однако, по куле они еще не выпущены. Ясно. Ну, может быть, что-то новое? Просто Влада, насколько я понимаю... То, что я написал старое, он еще не слышал, оно уже, как бы, априори уже старое. Она, да. Да, это Влада и привет из Вильнюса. Из Вильнюса. Вильнюс, привет большой. Да, просят нам белорусское мово. В Вильнюсе, как бы, белорусское мово очень. Если возвращаться к нашим реалиям, к московским, я, собственно, когда читал твое интервью относительно песни тогда, выпущенной недавно, «Пятница», ты говорил, что очень любишь Москву. Да. И даже есть твое, можно сказать, такое место силы. Это один из переулков недалеко от Храма Христа Спасителя. Да. Правильно? Вот. И в интервью была такая строчка, что вот я еще немножечко поживу в Москве и напишу песню о Москве. Есть ли какие-то в этом направлении подвижки? На самом деле, я уже написал такую песню. Вот. Но дело в том, что она достаточно грустная. Вновь. Да. Доброе утро, ребята. Не безнадежная, просто грустная. Ну, для меня Москва, она все-таки в силу того, что здесь такая погода, чаще всего, достаточно печальная. Поэтому она больше у меня ассоциируется с какими-то, наверное, такими драмами человеческими. Поэтому вот и песня грустная. То есть песня о Москве есть, а она грустная? Пока не приехал в Москву, на самом деле, писал песни про какую-то надежду, про то, что все получится, про то, что нужно в себя верить. А приехал в Москву и повезлась. Парковки нет, пробки вечные. Все серые. Куда мне деться, куда пойти? Санки стоят с прошлого года на склоне. Куда ты ушла от меня? На самом деле, она просто пошла парковаться. Всего лишь, всего лишь. Скажи мне, а ты вот сейчас, после новогодних праздников, у тебя есть какой-то бум, что надо войти в ритм, в режим? Или у тебя все как-то достаточно стабильно, ровно в этом вопросе? Ну, знаете, мне очень нравится фраза, чтобы выйти из зоны комфорта, надо войти в зону комфорта, у нас денег нет. Поэтому, собственно говоря, из этого рабочего режима как-то я и не выходил особо. Вот, практически каникулы, то время, пока я не отдыхал, велась работа над новым треком, совсем скоро выйдет, я думаю, что в следующем месяце. Он не совсем грустный. Он немножко тоже в другую сторону. Песня о взаимоотношении между мужчиной и женщиной, ну, в прямом смысле. О контактный вид песни. О, ничего себе, вот это да. А видео планируется? У нас слушать сразу в пятницу, и следом новое... А как называется? Можно? Я еще вот не знаю, как она называется. А мы можем сейчас открыть конкурс. В нашей группе страны FM ВКонтакте пишите песня о контактных видах... Взаимоотношения. Взаимоотношения, да. Оставайтесь с нами. Утро страны. На телерадиоканале Страна FM. Самое лучшее утро — это утро вместе с нами. С Лизой Калиной, Никитой Некрасовым и, конечно же, в компании Дмитрия Колдуна. Дима, еще раз, доброе утро. Привет, доброе утро, да. У кого она недобрая, пусть она изменится. Да, и поможет в этом песне «Мой дом». Да, ну... Я хочу вот прочитать, процитировать тебя же, Дима. Вот смотри, ты пишешь. Тема романтики осталась неизменной как в мелодии, так и в истории. Отражение моих самых светлых эмоций от отношений с человеком, с которым без преувеличения мы прожили полжизни вместе. Так и есть. То есть ты эту песню посвятил, так скажем, любимой. Да нет, ничего я не посвящал никогда. Она слушает сейчас? Да, я надеюсь. Да, она все знает уже. Дело в том, что... Ну, это не то, что посвящение. Это вот я просто сел и оценил, как оно есть. Как оно есть, и просто написал. Потому что посвящать — это, знаете, дело неблагодарное. Это такие вот как татуировки с именем человека. Ну, то есть сегодня одно, завтра другое. Мы не знаем, что будет завтра, но сейчас это так. И поэтому ты как бы делишься, да, желаешь людям понять, что это такое, обрести. Я желаю людям, да. Но желаю прежде всего себе, чтобы у меня было так же, и поэтому решил это увековечить. Это желание. Ну, вот, кстати говоря, Татьяна, твоя поклонница, пишет, что «Замечательная песня о любви, гармонии, о самом прекрасном, как все творчество Дмитрия Колдуна». Спасибо. Ну, прям я, мне начинает липнуть уже все. Спасибо большое. Веселых песен станет больше, я чувствую. Или вот таких сентиментальных, трогательных. После сегодняшнего эфира. Да, я могу, кстати, заплакать. Вот иногда в кино сидишь, смотришь там. Не надо? Да? Сейчас. Еще тоже нам приходит сообщение. Я так с нетерпением жду новую песню. А, это о чем ты рассказывал, о контактной. Так. Уже в ожидании написал. Может быть, уже в ожидании, это контактная песня так и должна называться? Ну, это вот к Диме вопрос. Уже в ожидании. Уже в ожидании, да. Нет, длинноватый. Когда все случится? Там уже все происходит. О-о-о. А ты можешь на строчку сказать хоть одну? Или на песню? Самая пикантная. Ну, пожалуйста. Ну, я не знаю. Ну, одну. Там есть такие слова, как кожа. Вот это градус, что попал сверх. Еще. Да, еще. Гагу. Еще, еще. Есть слово еще. Кожа и еще. И глагол какой-то нужен. Проснется. Все? Супер. Все? Молодец, Лиза. Нам все нравится. В хит-парад уже бери, понял? Да хорошо, хорошо. Кожа еще проснется. Проснется еще кожа. Да. Так, Дим, ты можешь, пожалуйста, вот как-то эту песню свою представить для наших слушателей и зрителей? Слушайте, мой дом. Не контактную. Про контакт мы уже поняли. Ну, это, знаете ли, такая песня. Многие почему-то ее окрестили гимном семье. Ну, если так, то я не против, потому что я считаю, что семья – это, наверное, в конце, в итоге всей жизни. Я просто осмотрю на старых людей, это все, что у них остается, и очень жаль, что получается, что некоторые остаются совершенно одни. Хочу пожелать, чтобы никто никогда не ощущал, по прошествии лет, проживя свою жизнь, никто не ощущал себя одиноким. Эх, как. Эх, ну такое. Доброе утро, друзья. Опять грустинка от Дмитрия Колдуна. Все равно все грустно, все равно все плохо. Доброе утро, друзья. Слушай, а ты как-то пишешь что-то, показываешь потом своим любимым, своей семье? Друзям, близким. Показываешь, чтобы они оценили, прежде чем песня выходит? Не всегда, нет. То есть тебе не нужен совет, одобрение какое-то, да? Мы уже выяснили, что жена не слушает все в порядке. Дело в том, что у каждого свой вкус, и часто те песни, которые нравятся, предположим, моей жене, они совершенно могут... Тебе не заходит, да? Не то, что ни мне не нравятся, а просто никто их не будет слушать. Поэтому хочется как-то больше полагаться на собственную интуицию, и тем более, что артист не может выходить на сцену и нести то, во что он сам не верит. Ну вот сейчас тот случай, когда все звезды сошлись. Итак, слушаем и смотрим. Слушаем, смотрим. Дмитрий Колдун, «Мой дом», премьера на телерадиоканале «Страна.ФМ». Пламя заката медленно тонет в ливнях твоих волос И разбиваю сердцем на части губы со вкусом роз В маленькой лодке прямо под кожей я покажу тебе Движется счастье тихо и просто где-то на глубине То, что внутри невозможно разрушить и не достать магнит Тот, что с тобой одною не болит Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Пальцами нежно ты задеваешь струны моей души Будто в дурмане, будто бы пьяные Мы трезветь не спешим То, что внутри невозможно измерить Не погасить огня Целого мира мало без тебя Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме Мой мир и сердце мое тебе Мой дом, когда я в твоих руках Мой рай блестит на твоих губах Мой свет и солнце мое во тьме, Мой мир и сердце мое в тебе. Мой свет и солнце мое во тьме, Мой мир и сердце мое в тебе. Мой свет и солнце мое в тебе, Мой дом, когда я в твоих руках, Мой рай блестит на твоих губах, Мой свет и солнце мое во тьме, Мой мир и сердце мое в тебе. Мой дом, Мой рай, Мой свет и солнце мое во тьме, Мой мир и сердце мое в тебе. Ну что, фанаты еще раз успели насладиться? Да, пишут, пишут, спасибо, спасибо за ваши песни. Давай про клип расскажем, где снимали? Это тропическая часть Беларусьфильма. Дело в том, что, ну, поскольку погода плохая, естественно, пришлось эти декорации все выстраивать. Поехали в Гипер, закупили елочек. Пальма. Да, поэтому пришлось немножко кадры кропить, потому что горшки лезли в кадр. Несчадно. Но мы как-то справились. А ты принимаешь участие, когда создается идея фильма, клипа? Ну, дело в том, что... Или просто доверяешься режиссеру? Никогда до конца не знаешь, что из этого получится, потому что можно сколько угодно планировать. В итоге все равно получается не так, как ты себе представляешь, а как это видит режиссер. Ну, если он видит. Этот клип снял Владимир Нефедов, он из Минска сам. Большому за это спасибо. И, собственно говоря, самое главное, что в этом клипе изначально был конфликт, но мы его даже вырезали. То есть девушка должна была быть не с главным героем, а с другим там еще... С другим каким-то героем. Да, но... И он должен был быть недовольным, но мы решили это убрать все. Песня-то хорошая. Песня-то хорошая, и так грусти хватает. Вот, да. Действительно, еще какой-то непонятный, с кем она вообще. Скажи, пожалуйста, Дима, как вообще, в принципе, происходит твой творческий процесс? Вот творческий процесс и репетиционный. Я просто тоже музыкант, мне интересно. Ну, творческий процесс, он происходит спонтанно. Ну, давай скажем сначала, что ты в основном, ты вообще сам себе хозяин. Ты пишешь, создаешь... Ну, не всегда, не всегда, скажем. Я очень открыт к предложениям, там, если авторы какие-то присылают, всегда очень рад послушать и слушаю, отвечаю всем. Поэтому присылайте, если у вас что-нибудь там завалялось. Грустненько. Вот, ну, грустненько и вкусненько. Вот. А что касается творчества, ну, чаще всего, вот, из тех песен, которые написал лично я, вот, мое место творчества — это Минск. Я в Москве вообще ничего не могу написать. Вот. Даже песню про Москву... В Москве нет. Она была написана в Москве как раз-таки. Ну, а что, почему? Суета такая как-то мешает? Ритм другой, настроение другое? Нет, вот, не знаю, не знаю. Может, я себя так убедил в этом, но как-то сначала это просто было закономерностью, то есть так просто получалось, а потом, видимо, это, ну, как-то отпечаталось у меня в голове, и я теперь не могу с этим ничего поделать, поэтому, когда мне хочется что-то написать, я уезжаю. А есть какое-то вот место силы, прям вот, куда-то приезжаешь и пишется прям вот... Это может быть не просто город, а какая-то там, не знаю, квартира, репетиционная база, комната. Мой диван в основном. Твой диван? Это место силы. В Минске диван. О, замечательно. А какой диван? Расскажи о нем подробнее. Белый, белый кожаный диван, угловой. Угловой. Раскладывается? Да. Типа дельфин? Если разложишь, еврокнижка. Еврокнижка, хорошо. И пишется сразу, да? С блокнотом ложишься. Даже дети, когда подходят к нему, берут ручку и пишут на нем. Видимо, просто они чувствуют, желание. Слова добавляют? Да, да, да. Ну, я надеюсь, в песне «Контакты» они не принимали участие. Слова не добавляют. А я слова там не писал, Дилан Шевченко. Еще. Кожа близко еще. Да, да, да. Просто Дима соскучился по дивану. Да, тоже. Да, можно так сказать, проснется. Проснется. Точно. Ну, нет, там текст писал не я, я бы на такое не осмелился. А ты знаешь, когда у нас эта песня пойдет в эфире, Дима, я тебе клянусь, я напишу тебе в Инстаграм, вот она, и сниму тебе, понимаешь, скажу, наконец, дождались. Дождались, вот, договорились. Так надо клип еще. Ну, дождемся. Но есть идея, есть диван. Где клип снимает? Беларусь, фильм? Да, да, да. Мебельные магазины, слава богу, есть. И там все состоится. Ой, друзья, ну что? Что? Ну что? Пишут, пишут, нет, нет, мы не прервемся. Пишут, Дима, доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, доброе. И пишет барышня по имени Олеся. Очень рады видеть и слышать вас в эфире телерадиоканала Страна ФМ. Спасибо за ваши песни. Спасибо. Вот так вот Олесь пишет. Скажи, пожалуйста, судя по тому, что пишут барышни, это прям вот твой основной фан-клуб. Большой он? Ну, считал. Кто знает. По осени перепись не проводилась. Вот, а что касается фан-клуба, очень давно я с ними не виделся, хотел бы встретиться. Вот, поэтому, если есть какие-то предложения... Тут тебе, Дима, пишут, что ты даже прилетел с другой планеты, у тебя голос неземной. Ой, ну, у кого-то искажения. Сейчас мы проверим, насколько Дима иномпланетянин, и к вам вернемся. Реклама, и сразу же после нее мы в эфире. Доброе утро, друзья. Да, приходят к нам вопросы, Дима, не томим. Альфия нам пишет. Какие могут быть секреты? У вас ведь колдовской голос. Где секреты? Не знаю. Вот как может быть такой колдовской голос, такой вопрос? Вот секреты. Какие секреты? Вот, я, ну, ем семечки. Всего-то весь секрет. Кстати, говорят, что вредно, но иногда придает определенный тембр. А ты следишь за здоровьем голоса своего? Ну, а что за ним следить? Есть голос, значит, все хорошо. Нету, значит, плохо. Ну, то есть нет такого, что это не пью, это не ем. Карманный фониатор. Утром не пою. Ну, утром вот рекомендуют, кстати, не петь. Ну, первые два часа там. Ну, кто с утра будет петь, а что, больной? В душе, почему же? Ну, это сейчас тебя попросить. Пошел, утром спою. Татьяна Рождественская пишет. Здравствуйте, Дмитрий. Спасибо за прекрасный эфир. Вы очень вдохновляете по жизни. Являетесь тем лучиком света, что освещает хмурое небо. Этой зимы. Мы вас очень любим. Мне кажется, я и есть мурое небо этой зимы. Татьяна просто только подключилась. А в шутчик света, мне кажется, это самому Диме как-то несвойственно уже. Да подожди ты. Еще не все песни написаны. Да. Еще не все грустные песни написаны. Мы тут узнали вне эфира, что такие профессиональные, талантливые люди, как Дима, тоже могут петь в караоке и ходят туда. Ну, а че ж нет? Нет, просто я неоднократно общалась с твоими коллегами и говорят, нет, никогда, ни за что. Ладно. Врут. Да? Врут? Дима вместе с ними ходил врут. Перепел их все. Ну, может быть, это не происходит, как именно караоке, вот прям в караоке пришел, а в своей компании, я думаю, что этим злоупотребляют все. А дома десок вот так об штанину потер, в дивидюк засунул. Девчонки побежали. О, микрофон завелся. 90 баллов получил. Вы поете великолепно. Да, да, да. Какие песни любишь в караоке петь? Ой, ну, вообще разные. Ну, чаще всего проблема в том, что те песни, которые хочешь ты спеть, никто не поймет. Ну, не знаю, то, что, наверное, никогда не пел бы на сцене, поэтому то и пою. Ну, какие-то грустные песни. Нет, что-нибудь жизнеутверждающее, может быть, какой-то веселый рок. Веселый рок? Веселый рок? Например. Звери? Ну, вот, люблю петь группу Kings of Leon в караоке. Ну, такое что-нибудь прям о сексе, о наркотиках. Отлично, великолепный, прекрасный. Ну, что раскрашивает жизнь обычно, радуга. Ну, вот Дима сказал, что в Варшаве пытался найти караоке-клуб работающий. А что в Варшаве? Вот я сразу же вдруг... Только англоязычное же в Варшаве можно найти в караоке, правильно? Польскоязычное караоке. Польскоязычное. А ты знаешь польский? Ну, я могу более-менее фонировать что-нибудь. А фонировать? Ну, шем-шем-шем. А, шем-шем-шем, да. А польскую музыку знаешь? То есть следишь? Да, я вообще стараюсь как-то следить за музыкой, которая более-менее приближена территориально в странах Украина, Польша, Прибалтика. Потому что все-таки даже языковые какие-то штуки, они определяют во многом мелодизм и структуру песен. Скажем, польская музыка, она очень похожа на украинских исполнителей, поэтому тоже представляет для меня определенный интерес, там мелодика, по которой можно вдохновляться. Класс. Ох, здорово. Жалко аж Диму отпускать, да? Конечно, конечно. Поднял на настроение. Поэтому оставляем Диму здесь, мы сами домой. Дима, в общем, мы сейчас покажем все. Просто оставим это здесь. Дим, буквально полминуточки, чтобы какие-нибудь жизнеутверждающие пожелания нашим слушателям и зрителям. Знаете, просто, мне кажется, чтобы не разочаровываться в жизни... Я пойду. Я не разочаровываюсь. Нет, просто не нужно ничего ждать. Вот, не нужно ничего ждать хорошего. Вот, просто вот делайте, живите, как живете, и не ждите ничего хорошего. Если будет все хорошо, то вы просто обрадуетесь, ничего себе, так хорошо. А если будет плохо, ну, как бы, так и не расстраивайтесь. Поэтому лучше... Дмитрий Колтун, вы у нас гостяк, Никита Некрасов. Лиза Калинина, до завтра, прощаемся с вами. Отличного дня, пока-пока.